Смотрите, используя искусственный интеллект, мы можем учиться в десятки раз быстрее. И не важно, какую как бы тему, либо какое направление мы можем изучать. То есть математика, физика, иностранные языки, программирование, биология, может быть юридическое право, или дизайн, веб-дизайн, что угодно, маркетинг. Поэтому в сегодняшнем видео я вам покажу, как, используя специальные промпты и специальные подходы, мы можем учиться и узнавать, то есть получать знания в десятки раз быстрее, чем если бы мы это делали вручную, либо с помощью традиционных способов. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и моя основная задача это помогать предпринимателям, маркетологам, фрилансерам, кому угодно использовать искусственный интеллект для того, чтобы повысить свою продуктивность, успевать намного больше и экономить на этом огромное количество времени и денег. В сегодняшнем видео я вам покажу, как я с помощью искусственного интеллекта изучаю какие-то направления, которые, на мой взгляд, и концепции, которые, на мой взгляд, мне могут помочь в моей работе. Значит, смотрите, мы с вами будем использовать Чаджи Пяти, четвертую версию, и будем изучать концепцию Job to be done, то есть не просто изучить, как бы узнать, что это такое, а научимся эту концепцию применять в жизни, либо в маркетинге, кто как уже хочет. Значит, я пока ничего не буду рассказывать об этой концепции, я вам как бы с вами с нуля, как будто я вообще не понимаю, не знаю, как эту концепцию использовать, с вами с нуля нас Чаджи Пяти будет, соответственно, обучать этой концепции. Есть несколько способов, как, соответственно, подойти к этому подходу. Самый простой способ – это задать такой вопрос, что такое концепция Job to be done в маркетинге. И, соответственно, Чаджи Пяти, в принципе, нам расскажет, что такое Job to be done, и мы можем понять, что здесь ничего не понятно. То же самое мы могли ввести в каком-нибудь поисковике или, например, в Perplexity, что такое концепция Job to be done, и, соответственно, получить какую-то информацию о том, что это такое, соответственно, и все. Можно задавать уточняющие вопросы, то есть, как эту концепцию использовать, как ее применять, но я рекомендую все же использовать немного другой подход для того, чтобы изучать более детальную информацию. Конечно, вот эти даже данные вам уже дадут какую-то информацию, но как это применить, например, в вашем случае, в вашем маркетинге, в вашей работе, он вам этого не подскажет. Давайте откроем новый Чаджи Пяти и введем сюда пользовательские инструкции для начала. То есть, мы хотим, чтобы нам эту концепцию объяснял не просто искусственный интеллект, а искусственный интеллект, который является профессиональным маркетологом. Все пользовательские инструкции я беру со своего телеграм-канала, где у нас больше трех тысяч различных промтов, больше трехсот различных ролей, которые может использовать Чаджи Пяти. Плюс есть чад сообщества, база материалов и огромное количество видеозаписей по теме использования искусственного интеллекта в маркетинге, в жизни, в предпринимательстве. Значит, я буду использовать Digital Marketer, специалиста по маркетингу, по цифровому маркетингу, и именно он меня будет обучать концепциям маркетинга Jobs to be Done. Наверное, логично. Я вставляю в пользовательские инструкции два столбца, которые мне необходимы для того, чтобы пользовательские инструкции заработали на полную. И все. Теперь у меня не просто Чаджи Пяти, у меня теперь полноценный Чаджи Пяти, который является профессионалом в сфере маркетинга. И я уже могу ему просто задать, расскажи мне про концепцию Jobs to be Done, и он мне немножко расскажет о ней. Но я хочу усилить и сократить время изучения определенного материала. Для этого я ему ввожу специальный промпт. Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем Телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе «Описание», ссылка на Телеграм-канал, переходите в Телеграм-канал, и к конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на Телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге в личной жизни. Промпт у нас будет состоять из трех частей, и все эти части основаны на так называемой технике Феймана. Техника Феймана — это Фейман, Ричард Фейман получил Нобелевскую премию за свой подход к изучению любых материалов. И, соответственно, эту технику мы сейчас выгрузим в чат G5, и чат G5 нас будет обучать, соответственно, по технике Ричарда Феймана, для того, чтобы мы могли как можно быстрее усвоить нужную нам информацию. Значит, вообще классическая техника Феймана состоит из следующих шагов. Это выбор и изучение темы, объяснение темы, идентификация пробелов и упрощение и повторение. Мы ее немножко скорректируем. Мы кроме изучения темы, объяснения темы, и здесь главный этап объяснения темы заключается в том, что он будет нам объяснять тему как старший, например, маркетолог ребенку, для того, чтобы мы могли досконально изучить предметы. То есть, одна из ключевых особенностей техники Феймана заключается в том, что необходимо изучить, например, сложную тему простым языком, если бы вы объясняли эту тему ребенку, либо человеку, незнакомого с предметом. Соответственно, мы этот ключевой этап будем использовать. Также мы с вами, кроме идентификации пробелов и упрощения и повторения, мы с вами внедрим сюда майдмэп-карту. То есть, на основе полученных материалов, основные концепции, мысли, чтобы нам чат GPT вынес в определенную схему в виде майдмэп-карты. Эту майдмэп-карту мы сможем ее распечатать, либо использовать и возвращаться в ней, когда нам угодно. И после этого мы с вами еще попросим его эту концепцию, чтобы он нам помог эту концепцию использовать, соответственно, в повседневной жизни. Значит, для этого мы используем такой промпт. Будем изучать концепцию «Jobs to be done» в маркетинге. Название изучаемой темы. Концепция «Jobs to be done» в маркетинге. Прежде чем учиться или решать проблемы, необходимо ответить на несколько вопросов. Что я уже знаю по этой теме? Ничего не знаю. То есть, мы говорим, что мы еще в этой теме новички. Мы в ней не разбираемся. Каковы мои цели обучения или я пытаюсь что решить? Изучить концепцию и научиться применять ее в жизни. Какие стратегии или подходы мне следует использовать, чтобы изучить этот материал и решить? Давайте отправим это. И, соответственно, он уже начнет отвечать. Прежде чем учиться решать проблемы, изучить концепцию и начинять применять ее в жизни. Какие стратегии или подходы следует использовать, чтобы изучить этот материал или решить проблему? Технику Феймана, доработанную мной. Сколько времени я хочу выделить на эту задачу? Например, один час, либо 30 минут, либо еще что-то. Отлично. Значит, он нам расписал понимание концепции Jobs-to-be-done для новичка, который еще ничего не умеет. И он нам, соответственно, расписал это все в виде шести шагов. Первый шаг – это что такое Jobs-to-be-done. То есть, он нам дал ключевое определение. Это фреймворк, который помогает понять, какие работы или задачи потребители пытаются выполнить, когда обращаются к продукту или услуге. Эти работы могут быть функциональными. Например, починить что-то социальным. Например, выглядеть успешно перед коллегами или эмоционально. Например, чувствовать себя безопасно. Хорошо. Примеры из жизни. Когда люди покупают кофе по дороге на работу, функционал работы может заключаться в том, чтобы проснуться и получать энергию. Однако за этим также может стоять эмоциональная работа, чувство уюта и принадлежности к определенной культуре и обществу. Пример 2. При покупке смартфона функциональная работа может быть в доступе к интернету и приложениям, в то время как эмоциональная работа может заключаться в желании чувствовать себя на переднем крае. То есть он показывает эмоциональное переключение людей в определенных ситуациях. Применение к вашей ситуации. В контексте роли вашего цифрового маркетолога, работающего на увеличение. То есть он нам полностью расписывает принцип работы, концепта job to be done в 6 шагах. Значит, как мы сейчас можем это доработать, для того, чтобы он нам более понятно все это объясним. Вторым шагом, то есть мы погрузились, грубо говоря, в тему. То есть мы узнали основные моменты в теме. Вторым шагом нам необходимо узнать ключевые концепции. То есть это второй шаг в технике Феймана. Нам нужно узнать ключевые концепции и направления в теме. И сейчас нам чат GPT начинает объяснять, какие есть ключевые концепции в технике, в концепции job to be done. Хорошо, мы теперь узнали основные концепции в технике job to be done. Третьим шагом нам необходимо, чтобы он все это объяснил, словно он объясняет ребенку. То есть в данном случае мы вставим себя в роль ребенка, а он тот самый маркетолог профессиональный, который должен все нам это объяснить. И смотрите, по концепциям, ключевым концепциям и направлениям в теме, он нам расписал, соответственно, сколько? 7 процессов, которые... 7 ключевых направлений, которые есть в технике job to be done. И сейчас он нам, каждое из этих направлений, объясняет словно ребенку, либо человеку, который не знаком с предметом. Значит, смотрите, как он сначала объяснял. Функциональные задачи – это основные задачи, которые продукт или услуга выполняет для потребителей. Например, удобство передвижения для автомобиля или возможность связи для мобильного телефона. Социальные задачи, эмоциональные задачи. То есть достаточно таким сухим языком, который сложно запомнить такие определения. И здесь у нас он эту же задачу рассказывает. Что нужно сделать? Это когда тебе нужен карандаш, чтобы нарисовать картинку. Твоя задача для карандаша – помочь тебе создать что-то красивое. Друзья и чувства. Когда ты выбираешь игрушку, потому что она заставляет тебя чувствовать себя уверенно, или потому что друзья подумают, что она крутая. Тут работа игрушки – сделать тебя счастливым человеком. То есть он функциональные задачи объяснил, как что нужно сделать. То есть заменил это. Социальные задачи он заменил на друзья и чувства. Эмоциональные задачи, психологические задачи, он заменил на как ты себя чувствуешь. Иногда ты можешь выбрать что-то, потому что это заставляет тебя чувствовать себя безопасно. Например, мягкую игрушку, когда идешь спать. Это он объяснил, словно мы ребенок. А здесь он объяснил, словно мы взрослым. Задача связана с тем, как продукт или услуга заставляет потребителей чувствовать себя. Например, чувство безопасности при покупке страховки. Ну, такое определение. Если бы мы изучали именно Job to be done вот по такой системе, ну, немногие бы из вас к пятому пункту, соответственно, пришли понимающие. Но здесь мы, пятый пункт, вместо того, чтобы думать о том, кому сколько лет или где они живут, мы думаем о том, зачем людям что-то нужно. Это как выбирать игрушку не по цвету, а по тому, как они могут это сделать. Историй. Мы любим рассказывать и слушать истории о том, как люди используют вещи, чтобы лучше понять, зачем они их нанимают. Учимся всегда. Важно понимать, важно всегда спрашивать, узнавать, зачем людям нужны разные вещи, чтобы мы могли делать еще лучше и чтобы интересно. Job to be done – это способ думать о том, зачем нам нужны разные вещи, как они могут помочь нам в наших задачах, будь то игра в учебу или что-то еще. Это делает наш день лучше. То есть он полную концепцию Job to be done объяснил на простом, понятном языке, который даже ребенок маленький прочитает, и он будет понимать примерно, о чем здесь идет речь. И у него это в голове как минимум отложится, а не вот по сухому тексту, как он это сделал в самом начале. Следующим этапом мы его можем спросить конкретно под нашу тему. В идеале, конечно же, нам сейчас необходимо создать Mindmap карту, для того, чтобы мы себе зафиксировали вот эти вот все определения, все ключевые концепции. Но я как бы немножко перешагнул следующий пункт, для того, чтобы показать вам чуть позже использование Mindmap карты. Я его спросил, то есть, как бы, может быть, последний этап. Распиши, как я могу применить эту концепцию для своего бизнеса. Я занимаюсь, и, соответственно, здесь мы подробно, я быстро написал, что я занимаюсь съемкой видео для YouTube на тему искусственного интеллекта. Здесь мы подробно расписываем, в чем, расписываем про свой проект и как мы хотим использовать концепцию Job to be done в своем бизнесе. И здесь он нам рассказывает, как мы можем, соответственно, использовать это. Первый шаг — определение работ. Подумайте, какие работы ваша аудитория хочет нанять, ваш контент для выполнения. Это может быть обучение, получение знаний последних разработков в области ИИ, понимание сложных концепций, оставаться в курсе, вдохновение, развлечение, социальное взаимодействие. То есть он не сейчас расписал в формате Job to be done, как моя аудитория, соответственно, думает для того, почему она смотрит видео, для того, чтобы получать информацию. Второе, значит, сегментация аудитории. Сегментируйте вашу аудиторию на основе работы. То есть кто-то хочет оставаться в курсе, кто-то для вдохновения, кто-то для развлечения, кто-то для социального взаимодействия, кто-то для обучения. Смотрит, соответственно, мои ролики. И мне для каждого сегмента желательно выполнять, чтобы мои видео для каждого сегмента выполняли свою задачу, свою работу. Шаг третий. Создание... Так, давайте продолжим. Шаг третий. Создание соответствующего контента. Для обучения создайте подобные видео, подробные учебные видео, объясняющие концепцию ИИ с примерами и кейс-стани. Для оставания в курсе публикуйте ежедневный обзор новостей, трендов для вдохновения, для развлечения, для социального взаимодействия. Дальше, значит, четвертый шаг. Интерактивность и обратная связь. И мы уже понимаем в конце, понимая, как работает концепция Jobs to be done. Он нас обучил. И теперь он нам показывает, как мы эту концепцию можем применять, соответственно, в своей работе. Ну, здесь работа, конечно, такая условная. Ну, хотя ролики для YouTube тоже полноценная работа. Скажу я вам, нужно подготовиться, снять видео, провести монтаж, выложить, проработать с ключевыми словами. Конечно, большую часть работы за меня это делает искусственный интеллект, но неплохо. Значит, и каждый из шагов он подробно рассказал, как мы можем применять. Дальше, значит, я не знаю, сейчас, если я его попрошу сделать мейдмэп-карту, сделать ли он мейдмэп-карту именно для меня, либо он сделает мейдмэп-карту для концепции Jobs to be done. Но давайте попробуем его, попросим сделать мейдмэп-карту. Вот. И теперь мы его попросили. Немножко кривоватый промп получился. Сгенерировать концепцию Jobs to be done, маркетинг для подготовки мейдмэп-карты. Соответственно, он нам сейчас расписывает, как должна выглядеть мейдмэп-карта, карта для генерации концепции Jobs to be done. То есть, он нам говорит, что есть центральный узел, есть основные ветви от определения Jobs to be done, процесс нанима, продукты исследования, сегментация, разработка инноваций, примеры из практики. Хорошо. Под ветви. Каждая из под ветвей может быть дополнительной. И он, соответственно, каждую из элементов он нам подробно расписывает. Что мы дальше можем сделать? Мы можем, в принципе, да, сами составить мейдмэп-карту где-нибудь в Мира. А можем попросить подключиться мейдмэп, агенту, который есть в общем магазине мейдмэп, и попросить его сгенерировать, соответственно, на основе всего этого мейдмэп-карту. У нас сейчас появилась возможность добавлять различных специалистов. В данном случае мы в простой чат с чат-жи-пяти, мы добавили специалиста, который занимается разработкой мейдмэп-карт. Единственная возникла проблема, почему-то вот когда в основной чат-жи-пяти добавляешь, например, специалиста дополнительного, то он иногда тупит. Вот в данном случае он затупил и предложил нам просто сгенерировать соответственно изображение. Но мы можем просто весь этот текст перейти в новое окно с чат-жи-пяти. Давайте сейчас перейдем в новое окно с данным агентом. Функция новая, они недавно буквально ее добавили и неудивительно, что она может немножко тупить. И он нам просто решил сгенерировать изображение. Давайте посмотрим, как в принципе может быть использована концепция Jobs to be done. Но давайте уже доведем дело до конца и просто откроем нового агента и соответственно ставим сюда сообщение из нашего чата. Я в отдельном окне открыл и сейчас по идее он должен нам сгенерировать полноценную майндмэп. Мы можем сюда выписать какие-то свои ключевые идеи. То, что мы хотим, чтобы в этой майндмэп-карте фигурировало. Ведь мы ее хотим оставить там на века для того, чтобы эту концепцию использовать в жизни. Но моя основная задача это вам быстро показать соответственно как это все делается. А дальше вы уже начинаете сами использовать это соответственно в своей работе. Я вам быстро покажу, потому что если показывать полностью это видео затянется там на несколько часов. И вот таким вот образом он нам создал майндмэп-карту. Можно еще поиграть, выбрать другие варианты создания, использования других агентов, которые все это делают немножко иначе. Но вот он нам концепцию Jobs to be done расписал таким образом. То есть основная концепция и от нее идет разработка инновации, аналитика, процесс найма, определение Jobs to be done, исследование сегментации. И соответственно здесь мы, если все-все в предыдущем чате мы прочитали, то есть если мы изучили эту информацию, понимаем как это использовать в своей работе, то нам эта майндмэп-карта распечатанная и которая будет висеть где-то либо лежать где-то напомнит в самый нужный нам момент, как соответственно эту концепцию мы можем использовать. Конечно мы здесь еще не до конца разобрались, мы могли еще сильнее углубиться, то есть расписать как мы это можем использовать в своей жизни, расписать какие-то еще дополнительные примеры, но говорю на это уже уходит большее количество времени и я не хочу затягивать это видео. Каждый из вас, а вы, ребята, я иногда поражаюсь какими мне пишите сообщения, как вы намного усиливаете мои видео своими сообщениями, поэтому каждый из вас уже сам ту концепцию либо то направление, то тему, ту тему, которую он собирается изучать, глубже внедряет и использует соответственно в маркетинге, в бизнесе, может быть в личной жизни. В принципе, я основу показал, вы уже более глубоко начинаете с этим работать и я скажу, что такой процесс позволяет вам изучать, чтобы не было, намного быстрее. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, обязательно поставьте мне нравится под этим видео, напишите пожалуйста в комментарии свои мысли по этому видео, комментарии реально помогают продвигать видео и получать соответственно больше просмотров. Все ссылки, о которых я рассказывал, наш телеграм-канал есть по ссылке под этим видео, либо в графе описания, либо в комментариях. С вами был Игорь Зуевич, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok